девочки всем привет хочу показать вам как отросли ногти которые я делала таким необычным способом подталкивала верхнюю форму очень близко кутикуле почти под кутикулу потом сушила убирала форму и только потом убирала лишний полигель с кутикулы и саму кутикулу вот как все отросло прошел месяц вот эта водичкой набирала водичку потому сейчас буду делать маникюр классический вот так все отросло вот смотрите вот это ногтевые валики надо почистить водку текла посмотрите как у кутикулы все хорошо плавненько отросло никаких отслоек ничего нету все идеально единственное когда будете делать замес не замешивайте сюда серебряные блески они выглядят как будто бы у вас грязь под ногтями хотя это не так это просто серебряные блески посмотрите как под ногтями под низом вот но как ничего не пилила вот ноготь все на месте мой родной все хорошо и еще хочу дать вам совет когда делаете замес сильно крупные не ложите потому что я вот положила это но ведь видите он короче чем остальные потому что при работе я немножко задела кончик и там был крупный шестигранник но хоть был такой крупный шестигранник я его задела до 6 грани пилкой во время работы я тут образовалась дырочка мне пришлось укоротить и это тоже под него подогнала что было одинаково здесь вот смотрите не отслоек ничего нет все хорошо не пропилов ничего нет этот способ рабочий он очень легкий особенно для самоучек просто надо приноровиться и держать форму плотно кутикуле для того чтобы она вот тут не поднялась и не было тут никаких пузырей под низом тоже посмотрите вот просто мой ногой вот эта чернота это краска она впилась в 1 ноготь я сейчас хочу сделать мини коррекцию даже не коррекция хочу просто укоротить потому что ногти мои растут в разные стороны родные и конечно же посмотрите как повело уже вообще не то мне не нравится и еще я когда сделала себе ногти на верхних формах я зачем-то их покрыла гель-лаком с блестками этот гель-лак очень густой покрыл он мне толсто он не испортил всю красоту которая получается с верхними форме вот реально было так красиво без этого покрытия такие тоненькие аккуратные ноготочки покрыла посмотрите ну вообще мне не нравится не буду больше никогда ничего покрывать поэтому я и придумываю дизайн и уже внутри верхних форм потому что если покрывать посмотрите ну реально не то мне не нравится когда у меня были не покрыты мне все по комплименты делали что у вас такие тонкие ногти красивы я тоже так прошу мастера мне мастерах не делает горит сломается я хочу сделать на этой руке комбинированный маникюр на этой классический маникюр и посмотрим какой маникюр лучше сначала я сделаю комбинированный берем апельсиновую палочку и отодвигаем кутику выдвигаем тщательно кутику смотрите я давлю вперед и немножко поднимаю давлю вперед и понимать не вниз давлю там корень ногтя матрикс туда не надо давить поднимаю поднимаю нам так проще будет с вами залезть туда насадочкой уже в поднятое пространство расширенное все хорошо мы туда спокойно залезем все почистим когда будем залазить насадочка мы тоже давить вниз не будем вот там внутри ни в коем случае давим наверх мы же маникюр делаем правильно а подготовим мы ногтевую пластину вот здесь вот поглубже мы пройдемся там совсем чуть-чуть а мне нужно 10 раз проходиться это опасно если повредить матрикс то все волнистые ногти вам обеспечены будут на всю жизнь продолжаем тоже также поднимаем подлазим поднимаем подлазим поднимаем и так на каждом ногти нужно сделать хорошо все мы так же можно пройтись видите уже влазит лишнее давим только наверх на кожу вниз ни в коем случае не давим продолжаем на курсах маникюра когда вы придете вам вот это никто ничего не расскажет я не знаю может это люди такие которые умеют делать объяснить не могут может быть поэтому я считаю то что курс должен преподавать человек который может объяснить даже ребенку что и как как лучше вот я проходила на курсы я просто потратила зря деньги на аппаратный маникюр там никто ничего не объясняет там только показывают ну извините меня посмотрите могу и в ю тубе без объяснений вот а я вам объясняю то что мне не объясняли поднимаем давим наверх тянем наверх чуть-чуть тянем ничего не рвем просто освобождаем складочку продолжаем это все можно делать конечно намного быстрее переходим к мизинчику посмотрите уже видите сколько потереть я это вот пленочка вот ее мы сейчас даже можем немножко почистить вот так палочка сильно не даю просто счищаем давить сильно не нужно проверяем чтобы была проходимость хорошая и берем насадочку берем насадочку такую которая залезет между ногтем и кутикулой и не будет там болтаться сильно но и хорошо залезет не будет никуда упираться особо для того чтобы мы смогли с вами сейчас почистить кутикулу не затрагиваю ноготь ни в коем случае сейчас мы ноготь с вами затрагивать не будем мы будем вычищать только кутикулы то есть вот так засунули кутикуку ой насадочку засунули и давим наверх тебя наверх то есть когда вы будете пилить наверх если вы будете делать все правильно вот здесь вы будете видеть шевеление вот тут это говорит о том что вы не трогайте матрикс вы не трогайте ноготь поехали пили я беру вот такую насадочку это моя личная насадочка у меня много личных насадочек у таких вот и они все лежат у меня я их обрабатываю очень редко посмотрите видите это мои личные насадки потому что посмотрите они вообще не подходят клиентам это насадки такие чисто вот смотрите видите вот такие грубые это вообще вот такую насадку я вообще не понимаю на такая узенькая на кончике она ничего не чистит она просто зря крутится вот эта насадочка мне очень нравится я такой набор заказала на таобао давным-давно ссылки у меня на этот товар нету я не знаю как это называется насадочка поэтому не нужно у меня про это спрашивать просто возьмите насадку которая подходит по размеру без разницы как она выглядит главное чтобы она была без углов на кончике чтобы она не резала а спиливала вот и все начинаем пилить начну с большого ногтя и покажу вам подробно как это делать для новичков смотрите заходим под кутикулу и давим наверх я наверх давлю видите шевелится смотрите вот тут шевелится под кожей это значит что вы правильно делаете ни в коем случае мы не пилим родной ноготь ни в коем случае это очень опасно тем более если у вас очень длинная насадка это опасно или я пилю на всей скорости вы не пилите на всей скорости делайте поменьше если вы только начинаете самой себе когда будете делать вы будете чувствовать если вы неприятные ощущения почувствовали даже малейшие значит все девочки стоп когда вы делаете клиенту как понять что стоп смотрите пилим подходим давим наверх смотрим внутрь видите вот тут какая-то шелупонька внутри вот она торчит ее видно значит ее надо убрать дальше смотрим дальше вот смотрите туда заглядываем и смотрим где бахрушки если вы видите бахрушки значит именно те бахрушки надо спилить вот эти бахрушку вот она видите вот ее и надо спилить все мы ее спилили если там ровно никаких бахрушек нет не надо туда больше лезть это будет неприятно клиенту все чисто смотрим уголок уголок тоже чистый смотрим ногтевой валик вот видите бахрушки зачищаем бахрушки в ногтевом валике можно именно конкретно этот участок пилит не нужно пилить не нужно пили там где нет бахрушек это будет неприятно пилим вот так спиливаю немножко с ногтевого валика у меня на всю скорость включена вы не включайте на всю скорость готова эта сторона готова остальное мы срежем сменим насадочку еще доделаем вот видите вот эти бахрушки их надо убирать пилим пилим влево смотрите когда самой себе делаюсь это неудобно вообще по идее когда вы делаете клиенту нужно натягивать вот так назад кутикулу и делать у самой себе это неудобно поэтому я делаю вот так тоже дали наверх очищаем ногтевые валики я это делаю маленькими шажочками коротким смотрите маленькие шажочки это вот так смотрите раз назад раз назад раз назад раз назад и вот так туда-сюда туда-сюда смотрим что у нас внутри что мы видим внутри мы видим внутри вот здесь белую шумпоньку вот она это нужно убрать никаких шумпоньок не нужно остаться если вы видите очень много птериги на ногтевой пластине то тоже можно убрать но сам ноготь лучше не пилить смотрим сбоку вот это белая лучше не трогать эта точка в роста там начинается убирать это не нужно иначе будет красная и кровь может пойти поэтому это мы не трогаем и не покрываем так вот мы почистили нашу кутикулку и ногтевой валик почистили но вот у сбоку я бы еще прошла готово теперь нам нужно почистить ногтевой валик ставим насадочку поближе к ногтю и в другую сторону двигаем насадку выпиливаем вычищаем вот вот здесь нужно постараться почистить хорошо потому что здесь очень большие наросты так вот что у нас получилось под кутикулой у нас чисто давайте еще раз пройдемся давим только наверх вот смотрите под кутикулой у нас чисто все больше мы там ничего не будем делать вот тут если мы пройдемся вот тут вот сбоку это уже на ногти лежит что-то беленько это мы будем делать когда будем подготавливать ногтевую пластину коррекции можно пройтись можно пройтись вот отсюда проверить не обязательно проходить это прям точно середины вот отсюда можно вот так пройтись и так же ту сторону тоже можно пройтись вот оттуда прям с самого начала смотрите как я ставлю теперь насадку она у меня не лежит она у меня не прям вот так стоит между положением лежа и стоя по центру ставим насадку и утончаем кутикулу вот так утончаем смотрим внимательно что вы видите вы видите что все чисто вроде бы все чисто но вот тут сбоку посмотрите вот видите беленькое что-то мешает вот оно вот это тут можно еще раз пройтись ставлю стоя насадочку видите сколько пыли летит это спиливается то что нам нужно спилить тренируйтесь девочки на себе кто не умеет делать аппаратный маникюр потому что я до курсов уже умела что-то делать мне как преподаватель говорит зачем ты пришла ты же умеешь ну я как-то не придала этому внимание что она мне так сказала а потом поняла что лучше бы я туда не ходила вот честно потратила только зря деньги там вас носом тыкать никто никуда не будет им это не надо они просто вам покажут а дальше сама даже если ты спросишь тебе не будут объяснять почему именно так или как это делать тебе еще раз покажут и все тебе 10 раз могут показать но не объяснят не будут никто ничего объяснять есть такие люди которые могут только показать и объяснить не могут вот и все и таким людям преподавать нельзя зачем им преподавать если они не могут объяснить человеку для чего мы делаем то или иное действие давайте посмотрим видите вот тут грязно значит надо взять насадочку поменьше но если вы начинающий то не надо туда лезть ни в коем случае туда не лезьте вот уже достаточно для вас и такого маникюра если вы начинающий потому что это очень опасно туда лезть все вы вот так уже покройте красиво мы сейчас режем уже будет красиво но если вы не начинающий то можно очень аккуратненько вот сюда подлезть сюда мы уже наверное не будем лезть а вот углы мы еще прочистим так как насадка у меня широкая то ей конечно туда не залезть поэтому меняем насадочку и дочищаем все до идеала чтобы все было качественно и красиво меняем насадку я взяла вот такую насадочку остренькую самотон туда подлезть и подлезем чуть-чуть не надо там целый час ковыряться все нет ничего еще вот сюда подлезем и так мы сделали давайте прочистим посмотрим как у нас тут дела вот посмотрите как у нас под кутикулой все чисто вот тут вот это уже наши точки в роста но я бы конечно не стала этого делать потому что точка в роста это уже там уже между кутикулой и ногтевой пластиной что-то среднее такое у нас и может быть неприятненько но хотя наверное я сейчас это сделаю себе но без опыта девочкам лучше так не надо делать буду отрезать буду отрезать кутикулы моими волшебными щипчиками можно начать даже вот отсюда вообще по идее вообще по идее нужно отодвигать вот так кутикулу клиенту чтобы было видно что мы режем что мы чистим когда чистим ну самой себе вот так конечно идеально не отодвинешь но клиенту надо и на курсах мне никто не рассказывал что надо вот так отодвигать и чистить смотреть что мы чистим никто не рассказывает никому это не надо может они сами не знают я не знаю отрежем сейчас мяско и поедем на шашлыки будет очень много мяса это мы чувствовали сколько с вами а в маникюре классическом там столько отрезается очень много так вот иди отсюда мешаешь мне отодвигаем и нам сразу видно где что резать здесь то мы сможем отодвинуть а на остальных пальчиках как это делать придумаем как-нибудь не хочу ее отрезать почему она все хочу купить себе ножнички для этого дела надо купить иди отсюда отрезаем вот так у меня очень тупые щипчики я не пользуюсь клиентскими потому что я их обрабатываю они у меня лежат спокойно ждут я себе очень часто обрезаю кутикулу каждые три дня могу даже каждый день по тоненькой колбасочки и каждый раз после себя обрабатывать ну это как-то знаете мне проще после клиента обработать и они лежат у меня уже обработаны и ждут своей участи поэтому вот так надо купить просто себе кусачки щипчики нет не хочу кусачки хочу ножнички ими удобнее работать кстати чем кусачками это я начинала учиться делать маникюр именно вот такими щипчиками но мне удобнее все таки ножничками это делать ну дубыми кусачками так конечно не красиво так уж про мне получится но я знаю где девочки что у вас есть ножнички острые и у вас будет все очень аккуратно и красиво я вас верю девочки вы у меня станете лучшими мастерами я это знаю главное не останавливаться и не бросать старайтесь развивайтесь каждый день тренируйтесь что-нибудь рисуйте делайте и все у вас получится я вас верю никого не слушайте идите к своей цели без остановки даже если хочется все бросить не бросайте и идите вперед так ну вот смотрите что у нас получилось с тупыми ножничками сделать ну конечно если бы они были не тупые было бы все намного красивее что имеем тем и пользуемся смотрите видите от того что тупые ножнички эти бахрушки висят сейчас будем их шлифовать так ну вот мы отрезали кутикулу сейчас отшлифуем то что нам не нравится и наш маникур будет готов при том что мы смотрите мы не трогали ногтевую пластину она как блестела так и блестит ни одной полоски на ней нету ногтевую пластину мы можем трогать только в том случае если как вы здесь например очень много птеригия было и у точек в роста я тоже немножко убрала тогда можно трогать но немножко не надо пилить саму ногтевую пластину только птеригий шлифуем вот такой маникюр у нас получился сейчас буду делать классический маникюр и мы посмотрим с вами разницу и решим для себя какой маникюр все таки лучше классический мокрый с замачиванием или вот такой сухой давайте вспомним что я вам рассказывала значит отодвигаем кутикулу как отодвигаем кутикулу мы засовываем поднимаем наверх вниз вот туда мы не давим вот тут находится матрикс корень ногтев если его нарушить надавить повредить волнистый ноготь будет расти на этом пальце всю жизнь дальше подбираем насадку такую чтобы она туда помещалась чтобы она там не болталась а спиливала доставала до кутикулы и немножко не доходило до ногтя ноготь мы не пилим ни в коем случае как мы пилим мы пилим и берем вот так ноготь клиента отодвигаем наверху так поднимаем кутикулу чтобы было видно что внутри и выпиливаем выпиливаем до тех пор пока не будет чисто если мы видим вот такие бахрушки белые значит маникюр грязный вот так отодвигаем и там вычищаем вычищаем мы насадкой засовываем насадочку пилим только наверху наверху вот тут внизу ноготь мы не трогаем тогда пилим если пилим правильно вот здесь под кожей шевелится то есть мы чистим вверх не ноготь ноготь мы при маникюре не трогаем дальше когда мы срезаем кутикулу то мы тоже поднимаем ее вот так наверх чтобы было видно где нужно срезать и обязательно срезайте кутикулы очень острым инструментом чтобы не было как у меня очень тупые кусачки режут как попало создают только проблемы не скупитесь на инструменте для клиентов то у меня есть инструмент хороший это себе я делаю вот такими доподобными кусачками которым уже много лет я их купила когда пошла на курсы маникюра в пятом году по моему или в шестом уже не помню надо посмотреть документы так вот девочки если вы будете соблюдать эти правила то у вас все будет хорошо получаться и если вы хотите спилить какой-то кусочек кутикулы насадочкой то это место например вы тут хотите спилить вы должны сделать натяжку вот так прям натянуть чтобы не единой складочки вам не попалось под кутикулу иначе она вроется в эту складочку и сделай дырку, вот смотрите, видите эти все складочки, вот они, вот, я говорю вот про вот эти, видите складочки, вот складочки, вот, 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 нельзя вот так просто брать и пилить, делаем вот так, натягиваем сильно и только потом пилим, как мы спиливаем эту кутикулу, для начала мы ее поднимаем до такой степени, чтобы получилась юбочка, то есть эта кожица юбочка, она должна быть такой волнистой, она должна держаться на соплюшечках прям, и только потом мы эти соплюшечки спиливаем, начинаем с края соплюшечки и ведем в сторону, ни вниз, ни наверх, горизонтально, под соплюшечки пилим, нигде больше, иначе это будет больно, пойдет кровь, ничего хорошего не будет, вот эти правила в маникюре я для себя сама увидела во время тренировки, мне никто про это не рассказывал, хоть я и ходила на курсы, я просто потратила 10 с половиной тысяч, не знаю на что, еще и купила насадки там, вот так, тут еще не знаешь, кому попадешь, девочки, на курсы, есть, конечно, и хорошие мастера, я не спорю, которые реально учат, я не знаю, наверное, это должно быть индивидуальное обучение или хороший мастер, но очень много тех, кто только показывает, ничего не расскажет вам толком, вот так носом вам не ткнут, вот мне этого ничего не рассказывали, я это сама потом поняла, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много всего интересного, полезного, красивого, много нужной информации для новичков, для самоучек, ставьте лайки, до свидания, посмотрите следующее видео, я буду делать там мокрый маникюр, покажу вам все нюансы, все подробно расскажу, его делать намного проще, не так опасно, пилить там ничего не нужно, ждите следующее видео, до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok